В Украине отмечают день государственного суверенитета. 27 лет назад Верховный Совет УСССР подписал соответствующую декларацию. Она стала основой для акта провозглашения независимости Украины, принятого Верховной Радой 24 августа 1991 года. В декларации шла речь о верховенстве и независимости республики. Президент Украины отметил, это был первый юридический шаг к выходу из Советской тоталитарной империи. Петр Порошенко на своей странице в фейсбуке написал, сегодня лучшие сыновья и дочери Украины отстаивают этот суверенитет. Как и тогда, нас объединяет вера в победу и любовь к родине. Государственный курс на вступление в НАТО. Одно из достижений украинских депутатов. Несколько дней назад закрылась шестая сессия парламента. Депутаты ушли на каникулы. Маргарита Стыцюк подвела итоги работы народных избранников. Я хотел поблагодарить вас, коллеги депутаты. Сегодня последний пленарный день. Вам удалось сделать не все, но многое. Вчера вы поддержали в первом чтении пенсионную реформу, которая позволит поднять выплаты. Я надеюсь, осенью вы начнете работу с реформой медицины и образования. Эти реформы очень важны для людей. Они призваны изменить качество жизни украинских граждан. Плодотворно поработать нардепам так и не удалось. Последний день решили потратить на подведение итогов. Говорят, в течение сессии приняли важные законопроекты по энергоэффективности, налогообложению, дорожному строительству, банковской сфере, молодежной политике и национальной безопасности. Национальной безопасности и оборона, да, сделали очень много. Увеличили бюджет. Но все равно остались проблемы, которые не успели решить. Например, вчера голосовали изменения в бюджет. У меня была поправка о службе внешней разведки. Наши разведчики получают на сегодня зарплату намного меньше, чем военные. Так не должно быть. Очень хорошо, что мы в перерывах между спорами приняли очень важные документы. Например, вчера мы отменили штраф для пострадавших от вирусной атаки налогоплательщиков. Такого количества благодарности от плательщиков мы никогда еще не получали. Но я все-таки обещаю, что на следующей сессии мы примем закон о внесении изменений в бухгалтерский учет. Упростим его. А вот явными недоработками депутаты считают отсутствие единой позиции относительно статуса оккупированных территорий и незавершенную судебную реформу. Недовольны и отсутствием продвижения в медицинской, земельной и образовательной реформах. Земельная реформа, да, сложный вопрос. Я за создание рынка земли. Но возможности на данный момент его правильно запустить у нас нет. Но это же не значит, что мы не должны обсуждать вопрос, искать компромиссы, варианты решения. Надеюсь, осенью начнем. Да, действительно, мы потеряли время. Медреформа только в первом чтении. Но мы сделаем все, чтобы наверстать время. Тем более, что пилотный проект все-таки работает. Ближе к обеду Андрей Порубей закрыл шестую сессию. И напомнил, именно во время работы этой сессии вступили в силу безвиз и соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Также 8 июня парламент принял историческое постановление для формирования внешнеполитического курса на членство Украины в НАТО. Седьмая сессия начнется 5 сентября 2017-го, продлится до 2 февраля следующего года. Маргарита Стецюк, Евгений Савицкий, ЮЭй ТВ. В зоне АТО погиб один. Украинский военный подорвался на мине. Еще один ранен. В результате обстрела сообщают утренние сводки с передовой. Всего за прошедшие сутки боевики нарушили перемирие более 20 раз. К вечеру оживились на всех направлениях. На Луганщине появилась новая горячая точка. Это Малиновая возле станицы Луганской. На Донечине российские оккупационные войска по-прежнему сосредоточены на Авдеевке, Гремело и на Приазовье. Из 82-мм минометов и гранатометов боевики дважды били по Красногоровке. Поселок Новотроицкое обстреляли СБМП. Около 11 часов вечера позиция вооруженных сил Украины вблизи Широкина российские наемники накрыли из артиллерии калибра 152 мм и гранатометов. В результате этого обстрела один украинский военный получил ранение. На Донецком направлении боевики из танков били по шахте Бутовка и по поселку Невельскому. В воздухе, на море и на земле Генштаб Украины показал, как проходят учения ВДВ. Две бригады, 79-я Николаевская, 81-я из Дружковки, отрабатывали боевую стрельбу и прыжки с парашютом. По сценарию военные уничтожили позиции противника и перешли в наступление. Со слов командования десантники отрабатывали детали, от которых в реальном бою может зависеть выполнение задачи, а также сохранение жизни. Очередная попытка достичь мира в Сирии не принесла результатов, констатировали в ООН. Седьмой раунд переговоров в Женеве под эгидой организации не принес ожидаемого прорыва. Стороны не согласились вести диалог за одним столом. Общались друг с другом через посредников. При этом делегация президента Сирии Башара Асада не проявила ни малейшей готовности обсуждать переходный этап. Отметил спецпредставитель, следующий раунд переговоров по мерному урегулированию конфликта запланирован уже на сентябрь. Следующий раунд переговоров по мерному урегулированию конфликта. Дональд Трамп имеет самый низкий рейтинг поддержки среди всех президентов США за последние 70 лет. Совместный опрос канала ABC News и газеты Washington Post показал, только 35% американцев одобряют деятельность президента. Почти 60% респондентов недовольны его работой. Приблизительно такие же показатели были у президента Джеральда Форда в феврале 1975 года. Его поддерживали 40% американцев. Полгода работы Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего положительно оценили 60%. Выдающийся поэт, археолог, патриот – это все можно сказать об украинце Олеге Ольжичем. Его жизнь оборвалась в немецком концлагере. В этом году исполняется 110 лет со дня рождения поэта. Олег Кандыба, известный как Ольжич, сын известного украинского писателя и поэта Александра Олесия. Первую детскую книгу написал в 5 лет. Позже творил под несколькими псевдонимами. Ольжич – наиболее известный. Они жили на Сиверщине, отец Ольжича Сумской области. Эта территория когда-то была под властью рода Рюриковичей, которые были Ольжичи. Возможно, оттуда и этот псевдоним взял Олег Кандыба. Родился Ольжич в Житомире, часть детства провел в Киеве. Закончил Карлов университет в Праге, стал доктором археологии. Увлекался изучением трипольской культуры в 30-х. Ольжич вступает в Организацию украинских националистов. Со временем стал одним из ее руководителей. Целью его трудов была независимая Украина. Активно работал над созданием законодательной базы для будущего возобновленного украинского государства. Под его руководством был подготовлен проект Конституции, ряд экономических, финансовых, образовательных и других законов. Разработан проект введения гривни. Более того, формировался штат, который бы возглавил управление украинским государством на местах. Германия видела угрозу в деятельности украинских националистов. В 44-м Ольжича задержали во Львове, отправили в концлагерь Заксенхаузен, откуда он так и не вышел. Украинцы должны вернуться к своей настоящей истории, в частности, понять роль ОУН, упав в формировании украинского государства, нации. Обладал невероятным чувством юмора, не изменял принципам и добивался поставленных целей. С моей точки зрения, достойный пример для подражания. Трудам Олега Ольжича в Национальном музее истории Украины посвятили экспозицию. Открытие приурочили к 110-летию со дня рождения. Продлится выставка до сентября. Оксана Прыжка, Александр Лесин, ЮЭй ТВ. Гигантский портрет Шевченко на рисовом поле. Это изображение официально зарегистрировано в нацреестре рекордов Украины, сообщила его руководитель Лина Ветрова. Площадь портрета почти 1400 квадратных метров. Он виден из космоса, уверяют авторы. Изображение создали селекционеры Института риса Нацакадемии наук Украины. Они уже во второй раз отметились в Национальной книге рекордов. В прошлом году высеяли черным рисом самый большой в Украине трезуб. Это все новости к этому часу. Спасибо, что остаетесь с нами. Йети продолжает свою работу. Ровно через два часа мы с вами увидимся.